Продолжаю ежедневные короткие выпуски рубрики «Камчатка день за днём». В этой рубрике я на материалах периодической печати прошлого века рассказываю о том, как жила Камчатка, что творилось на полуострове в этот самый день в разные годы века минувшего. Сегодня пятый день февраля. Мы читаем газету «Камчатский листок» 22-го года прошлого века. В этом номере был опубликован протокол заседания Серогласкинского сельского общества состоявшегося 21-го января. Итак, читаем протокол. Заслушали доклад делегации Дьячкова и Косыгина по делу братьев Поповых, что донос на них был сделан и Рейда и Щукина, и что якобы они бежали вместе с коммунистами, и будто бы они теперь перед праздником Рождества Христова приехали делегатами от коммунистов и разводят разную смуту в обществе и якобы организуют кружки для свержения существующей областной власти. Пункт «Б» о вредных гражданах нашего селения, которые наводят разную смуту в нашем обществе, постановили, то есть это заседание Серогласкинского сельского общества постановило, принимая во внимание, что все смуты и неприятности в обществе происходят благодаря людям, которые занимаются различными кляузами вообще, и в частности к областной власти, в данном случае и Реаида Щукина, как это установлено, делегацией, что эта кляуза уже не первая, а делается ею со дня революции. Второе. Что с приездом в наше селение Василия Ивановича Крупенина и его бывших квартирантов у нас возникли разные смуты и дрязги. Что после ареста квартирантов эти дрязги еще более увеличились, и что Крупенин и его квартиранты не сочли нужным предъявить сельской власти своих видов на жительство, а также квартира хозяйка Щукина не предъявила таковых на своих квартирантах, и что главным виновником всех дрязг является Василий Иванович Крупенин. Третье. Что также Евдокия Ивановна Крупенина причастна к такой смуте, что она позволила оскорбить председателя сельского комитета. И также при аресте квартирантов, арест, который был сделан по распоряжению областной власти общества, признав вышеназначенных лиц, совершивших вредные нарушения, наше общественное спокойствие, подрывающее наши общественные устои, нашло необходимым припроводить их в распоряжение областной власти. Секретарь сельского совета Попов. Вот такие вот дрязги имели место в Серогласке. В 1921-22 годах века минувшего. Выводы делайте сами. Это была рубрика «Камчатка день за днем», 5-й день февраля. Мы читали камчатский листок 22-го года века минувшего. Камчатский листок 22-го года века минувшего.